И всем привет, дорогие друзья! Сегодня покажу действительно очень классный, крутой, эффектный фокус-картами без подготовки. Взяли колоду, показали её зрителю, немножко её подсняли и попытаемся зрителя удивить. Мы возьмём, допустим, одного туза достанем прямо так вот, и второй у нас появится возле первого. Смотри, колодокарт немножечко её подснимем, покажем, что все карты разные, посмотрели на всю колоду и скажу где-нибудь стоп, здесь хорошо, и это у нас тоже туз. У нас есть три туза, один, два, три. Смотри, возьмём, оп, четвёртого достанем из центра. Четыре туза, пускай она будет ли у вас здесь в порядке красный, чёрный, красный. Дотраемся до любой карты, например, до вот этой. Твой свободный выбор, это у нас восьмёрочка крести, она нам пока что не нужна. И аккуратненько её задвинем. Сейчас я возьму наших четырёх, один, два, три, четыре туза. Что тут происходить? Один, два, три, четыре туза. Давай ещё раз тебе покажу. Проверяем наш щелчок, щелкаем пальчиками, и у нас одна карта перевернулась. Переялся пиковый туз. Давай нашу тузу пока-то отложим. А какая твоя карта была? А, какая уже разница? Вот она. Твоя карта, и у нас здесь один, два, три туза. Твой быстрый, без подготовки фокус с картами, который вам точно понравится, и, возможно, вы будете показывать очень часто, потому что он реально, ну, как бы, так сказать, очень интересный для обычного зрителя. Здесь и проявление четырёх тузов, здесь и превращение карты, и контроль карты, и много всего интересного. Поэтому, ребята, давайте прямо сейчас поставим лайк и наберём на этом видео 70 лайков, и, наконец-таки, уже мы сможем набрать наш, так сказать, лимит лайков, 70 лайков, и я выпущу для вас топ-3, наконец-таки, уже фокуса с картами, потому что я уже очень хочу вам заснять топ-3 фокуса с картами, но всё-таки мы должны набрать 70 лайков. Ну, а сейчас давайте уже перейдем к обучению. Мы берём коду карт и полностью её перемешиваем. Да, учимся версии без подготовки. Делаем ложные подснятия, подсылочки. Ладно, хорошо, давайте по-настоящему перемешаем. По-настоящему уже сделал. Ладно. Кстати, если вам интересно, почему здесь написано число 14, в закреплённом комментарии и в подсказках я оставлю на очень крутой фокус ссылочку, а обязательно перейдите и посмотрите. Ну, а мы переходим к обучению на данный фокус. Мы показываем всю колоду зрителю и находим первого туза. Вот наш первый туз. Мы его забираем. Листаем дальше, и вот у нас второй туз. То есть мы опять же его показываем. Оп. Вот наш второй туз. Мы его и забираем наверх колоды. Листаем дальше. Оп, нашли туза. Держим, получается, левой пальцем большие руки. А, ну и поняли, короче. Левой рукой большим пальцем. Карту, которая на одну ближе вправо от... То есть, короче, держим за короля. И здесь мы правой рукой затягиваем нашего туза наверх. Листаем дальше и опять затягиваем его наверх. Вам необходимо через туза положить наверх. Всё. Что мы делаем дальше? У нас есть четыре туза вверху. После этого мы должны сделать топ-шот. То есть, как бы выстрел карты сверху. Он делается очень, на самом деле, просто. У вас вся колода в таком положении. И вы мизинчиком прямо вот так вот её забираете. Давайте возьмем какие-то другие карты, чтобы не выкидывать тузов. Вот, прям берёте вот так вот, вот так прямо. Прямо как будто вам эти карты мешают. И вы их выкидываете. Типа кыш, кыш оттуда. Вот так вот делаете. В принципе, просто возьмите и потренируйтесь. И потом потренируйтесь карту ловить. То есть, вырезали, выстрелили. Медленно показываю. Ну, пытаюсь. И ловите. На скорости, разумеется, это выглядит примерно так. После этого вы делаете вот здесь такой вот перекрут. И здесь готовите второй ваш топ-шот. А здесь вы должны вашу карту вот так вот перебросить. То есть, вот. Здесь надавливаете, и у вас карта, получается, перелетает. Делает как бы сальто такое. Если это соединить вместе, не знаешь, что карты улетят. И я медленно пытаюсь. Но, блин, нет. Медленно не получается. Сейчас, пробую ещё раз. Вот. Ну, блин. Нет, медленно, ребята. Короче, это не получается. Взяли, вот. И у вас уже два туза. После всего вы отлаживаете двух тузов. Говорите зрителям, скажите, не стоп. Либо же опять делаете какие-то подснятия ложные. После этого вы можете подснять просто обычным подснятием. И говорите зрителям, что вам скажем, не стоп. Кроме здесь стоп, вы, разумеется, верхнюю карту стягиваете, чтобы она была там, где вам сказали стоп. То есть, стоп. Стянули карту. Окей. Это у нас опять туз. Мы закидываем нашу карту. И один туз на стол, кто лежит вверху. Здесь мы, допустим, после этого делаем вот такое вот проявление. И таким образом мы нашли четырёх тузов. Давайте ещё раз. Это проявление делается так. Мы рассчитываем полколоды карт мизинчиком. Верхнюю карту придерживаем. И прям, как бы, такой вот маленький бам, продакшн делаем. Всем советую выучить данный продакшн этой карты. Потому что он очень интересный. Вы взяли. И карта зрителя проявилась. Ну, разумеется, туз. В нашем случае мы положили четырёх тузов. Далее мы просим зрителя выбрать абсолютно любую карту. Например, мы драгиваться вот этой карты. Мы всё, разумеется, сдвигаем, кроме двух карт. И мы должны поднять две карты. Либо же мы можем, допустим, конец стоп. Здесь хорошо. Быстренько отсчитали две карты и перевернули. Либо же правой рукой, средним пальцем тоже быстро перевернуть. Итак, что же мы делаем? К примеру, границем стоп. К примеру, здесь. Мы все карты сдвигаем, кроме двух. И две карты ставим на брейк. После этого переворачиваем две карты как одну. Показываем, типа, это твоя карта, король. Кресть, переворачиваем обратно. И засовываем уже сюда какую-то левую карту карты зрителя. Лежит у нас здесь. Разумеется, мы здесь уже открываем. Оп. Делаем такой бутербродик. И всё. Карта зрителя полностью затерянная для зрителя. После этого, когда мы забираем наших четырёх тузов, мы вот таким вот способом уже ставим карту на брейк. Забираем наших четырёх тузов. Показываем зрителю. То есть, один, два, три, четыре. Здесь, разумеется, у нас уже карта зрителя. То есть, вот мы всё забираем с брейка. То есть, взяли. С брейка забрали. Раз, два. Ой, сразу кучка раздел. Раз, два, три, четыре. Эту колоду мы отложили. Подбросили, допустим, тузов. Мы можем прикалывать. После выручки мы проверим щелчок. Делаем мсликаунт. Раз, два. И эту карту мы кладём на низ. Не наверх, как в обычном мсликаунте, а уже под низ. После этого мы переворачиваем колоду. Делаем щелчок. И уже делаем не мсликаунт. А просто по одной карте сверху забираем. То есть, у нас здесь две карты. Для этого мы показываем. Один, два, три, четыре туза. Говорим один туз. То есть, кто скресит и перевернулся здесь две карты. Четыре туза мы, как три, отлаживаем. Перемокает твоя карта. Хотя нет, уже не имеет никакой разницы. Ведь твоя карта уже это туз.